Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о том, как они влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркет, составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня мы продолжаем говорить о долларе, потому что это нужно делать, ведь доллар, учитывая его вчерашнее восстановление, доказал всем участникам рынка, что он остается основным локомотивом всего, что на площадках происходит. Индекс доллара действительно вырос, и те, кто продолжал верить в американскую валюту, в ее защитные свойства, непоколебимый статус международного резерва, конечно же, выдохнули и сегодня будут на коне, отмечая то, что вот оно, доказательство того, что индекс ниже точно не пройдет и дальше будет только расти. Друзья, это, конечно же, позиция. Она имеет место быть. Все мы пытаемся, с учетом того фона, который есть, дать наиболее вероятную оценку того, что может произойти и дальше. Я все-таки советую вам видеть системные причины и посмотреть на то, что происходило с индексом доллара раньше, ведь ранее, последние недели, даже месяцы, мы наблюдали за тем, как американская валюта фактически утратила почву под ногами и просила до 2,5-летних минимумов. Сейчас индекс доллара откатил, но это не какой-то серьезный рост, который можно назвать переломным. 92,95 котировки, которые мы видим в моменте, мы немного не дотянули до цели 92 пункта. Лоу составил 92,12. Но раз не дотянули, друзья, здесь нужно называть вещи своими именами. Конечно же, фиксация сделать не последовала. Лично я пока что продолжаю удерживать индекс американской валюты, потому что абсолютно уверен, что доллар все-таки добьет до этого значения и пойдет еще ниже. Нормальный тренд, не забывайте так же, это постоянный переход инициативы от покупателей к продавцам и наоборот. Вчера был очень насыщенный день для доллара. Во-первых, обратили внимание в комментариях, я видел на то, что официально объявили Байдена кандидатом президента от демократов. Можно сказать, что эта новость стала причиной начала той динамики, которую мы увидели. Второй момент, друзья. На площадках появились новости о том, что Конгресс в США возобновил переговоры о новом фонде в пакете фискальных стимулов. Но при этом сейчас обсуждается сумма дополнительной помощи экономике, в том числе и те средства, которые пойдут на выплаты повышенных пособий по безработице, в 500 миллиардов долларов. То есть меньше, чем просили и демократы, и меньше, разумеется, чем нужно было республиканцам. Может быть, это и есть то, что поспособствует к нахождению общего языка и компромисса. То есть не одним, не другим, а что-то посередине. Но я абсолютно уверен, что 500 миллиардов – это вообще смех для американской экономики. Особенно после того, как на вчерашних протоколах мы четко получили сигнал о том, что риски для американской экономики остаются нисходящими. Ситуация с деловой активностью ухудшается, рынок труда опять завял. И сегодня, кстати, данные по первичным заявкам на пособие по безработице в 15.30, я уверен, что статистика снова разочарует. И этот релиз будет еще одним доказательством оправданных выводов, которые ранее были сделаны американским регулятором о том, что ситуация в экономике в Штатах, к сожалению, не улучшается. И между строк, друзья, это значит то, что Штаты по-прежнему нуждаются в этих инъекциях дополнительной ликвидности. 500 миллиардов – это очень мало. Я уверен, что в конце концов, пусть не сейчас, но чуть позже, протащат новый проект, который будет больше, чем на 1 триллион. И снова здорово. Мы вернемся на второй круг с теми рисками, с которыми очень успешно работали по индексу доллара ранее. Риски, которые провоцируют ослабление американской валюты. То есть, если комментировать протоколы, почему вот на протоколах индекс доллара еще восстановился дополнительно и неплохо, и дал возможность тем трейдерам, которые продавали евро, фунт, риск, также усилить вот эту коррекционную динамику. Я считаю то, что причина, по которой протоколы не стали причиной слабости доллара, не привели к ослаблению доллара, это то, что американский регулятор не коснулся перспектив изменения процентной ставки и ничего не сказал про целевые значения по инфляции. Ну, то есть, не стал их пересматривать. И это привело вот к тем последствиям, которые мы в итоге увидели. Раньше всегда заходило, был актуален вопрос относительно изменения процентных ставок, и ФРС их комментировал. Сейчас этого не произошло. Но я, опять же, абсолютно уверен, что никакого подвоха, тайного смысла и замысла здесь нет. ФРС выполнил свою задачу, признал сохраняющиеся риски. Друзья, давайте мы сами сделаем правильные выводы из этого. Вопрос простой. Насколько экономику нужно простимулировать дополнительно дальше, чтобы она осталась на плаву? Я думаю, что суммы будут приличные, поэтому верю в дальнейшие распродажи индекса американской валюты. По золоту откатили 1950 на фоне восстановления индекса доллара. Опять же, если вы и раньше на коррекции не заходили в золото, ну, друзья, ну, задумайтесь, не пришло ли время сделать это сейчас, когда рынок драгметаллов снова дал вам возможность для этого. Биткоин 11728 без изменений. Здесь довольно узкий коридор. Топчемся и ждем цель 12500. СНП 3355 пунктов слегка мы откатили от локальных максимумов. Опять же, этот откат был следствием того, что стали обсуждать новый пакет финансовой помощи всего лишь на 500 миллиардов, а не на 1 триллион, и не 3, как хотели республиканцы и демократы. Но, как уже я прокомментировал, скорее всего, реальный показатель, который будет согласован, он превысит это значение, поэтому интерес к покупкам фондового рынка вернется. Евро против доллара 1.1847. Друзья, здесь тоже не нужно, я думаю, сейчас импульсивно принимать решение о том, что произошел разворот, и дальше будет только снижение. Я не буду отговаривать вас от того, чтобы вы не придерживались позиции на снижение, потому что много раз уже отметил и объяснил причины, почему европейская валюта будет расти. Я постоянно комментирую то, что происходит с долларом, поэтому уверен, что европейская валюта дала коррекцию, которая вряд ли продолжится, и в самые ближайшие дни мы снова уйдем выше отметки 1.19 и будем целить на добоя уровня 1.20. По фунту вот вовремя мы вышли, после того, как сделали профит 1.3250, разумеется, пока что мы в британскую валюту не лезем. И рынок нефти по-прежнему еще один день прошел, два очень важных события, запасы и встречи министерского комитета, но котировки по-прежнему как приклеены на отметке 45 долларов за баррель. Связано это с тем, что, с одной стороны, вышли данные по запасам, которые указали на снижение, и на этой статистике мы обычно растем, но этот рост котировок был сдержан комментариями министерского комитета о том, что спрос на нефть действительно продолжает снижаться, и ранее мы получили точно такую же оценку от, в целом, ОПЕК, от Международного аналитического агентства, от администрации аналитической информации. Мы знаем то, что из-за пандемии со спросом сейчас есть очевидные проблемы. То есть ОПЕК принял решение пока что сохранить выжидательную позицию, посмотреть за тем, что будет дальше, и попробовать найти какие-нибудь рычаги давления для тех стран, которые не чистоплотны в соблюдении своих обязательств по сокращению нефтедобычи. Это, прежде всего, Ирак и Нигерия. Но каких-либо прорывных решений не было. Рынок не получил топлива, которое ему было необходимо. Поэтому, друзья, следим за развитием событий. И пока котировки не выйдут из вот этого узкого коридора, там буквально в 1-2%, я думаю, что сделки новые открывать не нужно. На это все. Спасибо за внимание. Пока.